Сейчас будем сказки вам рассказывать. Какие сказки? Воспоминания свои. Воспоминания, да. Но прежде чем начну рассказывать, хочу задать тебе вопрос. При тебе это было или нет? Однажды, ну не говорю, что весь укрепрайон, но часть личного состава укрепрайона... Приморский край, Хасанский район. Да, Хасанский район, село Барабаш. Отправились мы к океану. С семьями, ну не все, конечно. Меня начальник политоотдела подошел и сказал, Галина Степановна, можете закрыть библиотеку, пойдемте вместе с нами. Это к тому, что вот я должна была работать в этот день. Вот я не помню, была ли Наташа? Был ли ты? Ты был или нет? Не знаю. Не знаешь? Я единственное, что помню в этих вот поездках, так называемых, ну там один коллектив был. Все были в одной дружной военной семье. Мне единственное, что запомнилось, если куда-то едем все, залазим на огромные машины Уралы и вперед. Нет, нет, это шли пешком. А, нет, не знаю, не помню. Шли пешком. Идем, нам навстречу идет моряк. И несет, сейчас скажу. А моряк где вам попался? По дороге. Среди сопок или там где-то на Амурском залее? Ты ж не сказала. Да. Вы доехали туда? Куда? Точно я не помню. Всях летучил по дороге, нам встретился моряк. Он нюс краба. Голова отдельно краба. Голова, диаметр вот такой, это может даже больше. Ну это маленькая еще. Да, больше, чем это. И отдельно клешни. Ну вот клешня, наверное, вот если отсюда начать, если так вот ее развернуть. Ну вот, наверное, такая вот была. Мы попросили этого моряка, отдайте нам эту голову, она не нужна, по сути, на съедение. На съедение. И там вот такая вот дырка, значит, наверное, когда-то его, ну чем-то его этого краба пригвоздили, как говорится, к земле. Это я вспомнила, что впервые я попала на берег океана. И там изумительно красивые морские звезды разного цвета. Звездочка, ну, диаметр может быть вот такой вот цвет. Может такой, может больше. Может быть такой диаметр, может быть такой. Всякие звезды были, да. Попадались вот такого. Мы еще в Германию привезли их сушеные, да. И я потом собирала, вот, как говорится, все богатство этого океана, что у меня панцире, голова этого краба, панцире. Потом морские звездочки, очень красивые. Еще что-то. У меня была целая коробка. Была даже грамота. Где-то я получила грамоту на выставке. Вот каждый показывал, жен офицеров, ну, какое-то что-то необычное. И вот это на берегу океана. Долгое время я это возила с собой. Ну, и потом где-то... На Дальнем Востоке, на мансардном этаже, там, где сушили белье. Вот эти звездочки еще были живы. В Дрездене, в коробке, да. А потом, по всей видимости, мы уехали. Может быть, скорее всего, они там и остались. Ну, так вот. Жизнь такая штука. Это я почему-то вспомнила. Вот сегодня приготовили эти креветки. Креветки. Очень вкусные. Ну, я повеяна, как говорится, тем далеким Дальним Востоком, где мы были. Ну, креветки, это все нормально, это хорошо. Но я вспоминаю, когда... Ну, тяжелое время было ужасно. Это были события на Даманском полуострове. И нам выдавали, нам, то есть офицерским семьям. Зима началась. Мы на санках. Везли мясо. Мясо вот такого вот цвета. Вот. Что это за мясо? Мороженое мясо. Туша какая-то довольно плоская. Длинная. Складские запасы. Может, кит какой. Не, вот, кстати, мясо вот кита, вот, кстати, почти еще темнее. Вот такого цвета. Да. Помнишь это в магазинах? Кроме китового мяса ничего не было на Дальнем Востоке. Ну, оно вкусное, это мясо. Кто его ел? Я не помню. Мы его никогда не готовили. Вот, получали мясо папа, спаёк давали. Однажды сижу, это уже когда библиотеку оформила, работала, приходит солдат. Приносит пакет, разворачивает. Вот такая вот рыбина. Красная рыба это. Вам потом позвонят и скажут, как приготовить. Она с икрой. Ну, что там? Открыл, разрезал. Икру вынул, засолил. Икру вынул, посолил ей ложкой. Вот это было вкуснятина. Вот сколько мы жили, папа служил на Дальнем Востоке, ну, я ребенком был. Слышал, так вот, где-то от кого-то, вот там живет кореец. Ну, живет и живет. В моем понимании, корейцы, это было где-то очень далеко. И неправда, и вообще непонятно, чуть ли не на Марсе эти корейцы живут. А знаете, к чему я это сейчас все вспомнил? Шойгу, министр обороны Российской Федерации, недавно был с визитом в Корейской Народно-демократической Республике. И что выяснилось? Вот сейчас я мамы спрошу. Мама, а ты знаешь, вот где граница Кореи вообще? С Российской Федерацией есть или нет? Я только знаю, что этот Барабаш, это, вернее, Приморский край. Там абсолютно со всеми граничами. А конкретно? Вот смотри, смотри, что происходит. Мы прожили там сколько? Лет шесть, да, где-то? Да, почти семь. Барабаши, это Приморский край, недалеко от Владивостока. Ну, поселок Барабаш, недалеко от Владивостока. И уже вот, будучи мне 62 года, когда я посмотрел концерт, где, куда, вернее, куда пригласили Шойгу, я был просто, конечно, в шоке. И от концерта, и от той информации, которую я знал. Во-первых, про концерт, на котором присутствовал Шойгу и, как его зовут, Ким Чан Эн? Да? Не вышепчешь. Таня говорит, не вышепчешь. Он и не президент. Ну, назовем главой государства. КНДР. Это Северная... Северная Корея. Вы знаете, где она находится вообще? Сейчас быстро карту открою. Мне казалось, где-то там, за Вьетнамом, куда-то там, под Индией. Во-первых, в Ютубе наберите самое интересное. Концерт, КНДР, Шойгу. Ну, такие ключевые слова. Как поют артисты, женщины. Как их правильно назвать? Кореянки или как? Ну, не знаю я. Практически без акцента. Песни изумительные. Русские песни исполняли. Песни советских, да. Молодцы. Композиторов. Прелесть. Военный оркестр помогает. Хор подпевает. Женщины поют. Это что-то с чем-то вообще необычное. Ну, а самое главное для меня, что было удивление. Я чуть со стула не упал. Когда я узнал, что... Я специально полез и посмотрел, где же все-таки находится эта Корея. Потому что от диктора новостей услышал такую фразу. Северная Корея граничит, имеет общую границу с Российской Федерацией. И я как сидел, немножко так рот открыл. И думаю, как-то так. Где это граница? Там, под Индией, район Вьетнама. Какая граница с Российской Федерацией? Думаю, или они что-то там нам по ушам лепят. Посмотрел. Оказывается, граница... Знаете, где? Вот там вот, где папа служил. Приморский край, Хасанский район. Еще ниже туда. Вот откуда корейцы в Приморском крае. Вот откуда вот эти вот. Это не китайцы, это корейцы там. Но граница официально, официально была признана или в 98-м году. В 90-х годах, если вот, ну, память мне не изменяет. До этого на официальном уровне границы не существовало. Протекала просто река. И сейчас граница течет, фу. Граница проходит по реке. Там какой-то мост соединяет Россию и Корею. Почему раньше границы этой, как я говорю, официально не было? И нам вот, ну вот мы жили же, да, в Приморском крае. Мы бы слышали, сказали бы там вот, да там 50 километров вниз там уже Корея. Нет. Я говорю, вот мне 62 года, я только узнал, что мы жили по соседству не только с Китаем. Вот я так помню, что говорили по Приморский край, что мы граничим там буквально с многими государствами. Ну, не вникала я тогда, но мне до этого не было. Ну, Китай. И вот, оказывается, Корея. Да. А за Владивостоком что? Япония. Владивосток далеко, но город-то это нашинский. Слова Ленина. При въезде во Владивосток, огромное там такое сооружение, и вот эти вот слова. Город чудо, сказка. А сейчас вообще... Владивосток далеко, но город-то это нашинский. Сейчас вообще чудо. Вот смотришь так по телеку, красиво так все. Ну, вот такие воспоминания у нас. Другой буханка хлеба. Это про меня. Половина обгрызенная. Про меня рассказывает. Боже, стоит сам Саша. Ты откуда? А сам чумазый. Как-то подкопченный какой-то. Мама, мы были на пахе. Понятия не имело, что это такое. О пахе мы уже рассказывали как-то в одном из видео. Так, я вот смотрю, что-то нет. Глянь, что. Попробуй, мы попробовали, а ты нет. Ну, ничего страшного. Потому что это картонная... А вон, видишь, тарелочка. Собрались чай пить, а мама говорит, а у вас дыня была. Я говорю, а я хотел ее зажулить. Это вот так вот. Она стоит вот здесь в комнате на подоконнике. Вот в этой тарелочке большой. Ну, забыли. Она уже мытая. Бывает и такое. Так что сейчас будем... Хотели, хотели, хотели. Но будем есть дыньку какую-то. Гуляй поле называется. Сейчас разрежем, посмотрим. Одной рукой режу и снимаю. Так не бывает, что Березова снимал. А у нас бывает. Так, сейчас разрежем, потом покажем. Ох, какая дынька. Оно пахнет, чем она. Ну, пахнет, разрезано в виде пахнет. Да? Пахнет, пахнет. А вот так вот, если, как говорят, ну, когда покупаешь, типа по трите хоть три, хоть не три, ничем не пахнет. Пахнет. Вкусная пара. Будем пробовать. Ну вот, нарезал. Маме. Это вам не рыбу жарить, это дыню кушать. Куда ты со своим блюдцем? Я тебе его нарезал, ешь. Ну, чтобы не накапать на штаны. Как? Сладкая? Гулькина дынька. Нормальная? Нехорошо. Будем пробовать. Гулькина дынька. Гулькина дынька. Гулькина дынька. Гулькина дынька. Гулькина дынька. Гулькина дынька.